После массового ДТП пострадало три человека. Все они поступили в ОКБ. У мужчины черепно-мозговая травма. Его сразу направляют в реанимацию. Еще двух пациентов предстоит быстро обследовать и принять экстренные меры. Так проходит учение в областной клинической больнице. Сегодня у нас прошли тактические учения, поступление массового количества пострадавших в количестве трех с тяжелой сочетанной травмой. И сегодня мы отрабатывали на этапе приема пациента в приемном диагностическом отделении, работу экстренных служб и также отделение реанимации и экстренной операционной. У девушки скопление крови в брюшной полости. Ее срочно отвозят в операционную. У мужчины травма грудной клетки и правой кисти. Ситуация максимально приближена к реальной чрезвычайной ситуации. И здесь медикам нужно выработать единый подход к оказанию экстренной помощи пострадавшим. Останавливать кровотечение, бороться с шоком. Решения, которые могут стоить жизни, врачи должны принимать за считанные минуты. Здесь, вот в такой критической ситуации, все мы понимаем, что хирург, врач испытывает огромный стресс. Особенно, если это тяжелые пациенты, если это тяжелое ранение сердца. И чтобы он не растерялся в этой ситуации, вот эти учения проводятся. Чтобы он четко действовал по тому алгоритму, которому ему научили и который он знает. Тогда проблем будет намного меньше. Такие учения позволяют выработать единый алгоритм действия медиков. Подобная тренировка для врачей проходит в Рязани уже второй день. Это совместный проект Рязанской ОКБ, Центра медицины катастроф и Рязанского медицинского университета. Первый день учения медики работали в виртуальной клинике университета. Было смоделировано массовое поступление тяжелых больных. Навыки отрабатывались на животных. С учетом того, что мы работаем в экстренном стационаре, который работает 24 на 7, и в наш приемный полком могут поступать абсолютно любые травмы, с учетом того, что в нашей больнице расположены травмы-центры первого уровня, все хирурги должны быть максимально подготовлены и адаптированы к любым экстренным ситуациям. Такие учения медики будут проводить регулярно, раз в два месяца. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».